Всем привет, это Народный Патруль. О самом интересном за минувшую неделю прямиком от очевидцев узнаем прямо сейчас. Ну а попасть в следующий выпуск можешь и ты. Свои ролики присылай ватсап на номер 8 924 855 2525 или в телеграмм народный нижнее подчеркивание Патруль 49. Три аварии за короткое время на одном и том же месте. Скользкая дорога на Парковой собирает паровозики из автомобилей, водители которых в спешке забывают заранее притормаживать. У кого-то испорченное утро. Дорогу никто не посыпает, не чистит. Вот такие казусы случаются. В Магадане утро начинается. Перекресток Парковая, Карла Маркса. Вот уже третья догнала. Скользко очень, очень скользко. Невероятно. На одном и том же месте вторая аналогичная авария. Опять три машины. Уже аж непонятно. Это третья авария на одном и том же месте за сегодня. На Октябрьской 20 решили поменять асфальт. Почему именно сейчас и в этих местах непонятно. Теми же вопросами задаются пользователи в соцсетях. А вот люди ответственные говорят, что работа проводится на совесть. Причем с соблюдением правильной температуры и других аспектов. Мы им конечно же верим. Твердая двойка тем, кто отвечает за утечку воды на третьем транспортном переулке. Ручей течет через канализационный люк и уже превратил в каток сотни метров дороги. Хотя дорогой это назвать трудно. Зимой здесь разве что направление. Тридцать первое октября. По дороге за военкоматом расплодилась стая собак. Чтобы пройти целым и невредимым лучше возьми собой 10 сосисок. Именно столько хвостов насчитал автор видео. Но стоит сказать, что мужчине еще повезло. В сети пишут, что во-первых стая в два, а то и в три раза больше. А во-вторых собаки могут вести себя агрессивно. Впрочем, те кто передвигаются только на машинах или вообще не гуляют дальше центра, проблемы в этом не видят. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот это военкомат. Проезжаешь напротив этих тарелок. Примите меры. Зоозащитники. Хватит отстаивать права бездомных собак в интернете. Приходите на Болдырево и если каждый возьмет к себе домой по одному собакину, то и проблем не будет. Кстати, поспеши, ведь как написал автор видео, их тут всего одиннадцать. Разметки на дороге не видно и теперь мы едем как хотим. Хотя сомневаюсь, что водители седана и внедорожника поехали на красные по незнанке. Вполне вероятнее, таким образом они сэкономили свое драгоценное время. Кстати, не так давно на этом самом месте, благодаря видео, был оштрафован такой же водитель. Лакшери подъезд на Колымской 15А. Заходя в него, ты попадаешь в сауну. А все из-за того, что в подвале протекает труба с горячей водой. По крайней мере, так говорит автор видео, добавляя, что проблему не может решить ни управляйка, ни теплосети. Причем с августа. Остается только поздравить жителей с легким паром. Улица Колымская 15А. Четвертый подъезд. Вот с подвала идет вот такой пар на весь подъезд. Прорвала где-то трубу утопления. Так нам не могут нормально сделать с августа месяца. Вот так открыта дверь у нас. Потому что если ее закрыть, здесь просто парная. На улице минус 10. Возможно и перемерзнут трубы в подъезде. Ну, пока никто нам ничего не делает и не шевелится. В поселке Ола произошло любопытное ДТП. Автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками врезался в гражданскую машину. Точки над «и» расставил бы звук, который на видео, к сожалению, отсутствует. Если полицейский УАЗик ехал сиреной, то водитель спереди должен был прижаться и дать себя обогнать. А вот если звуковой сигнал отсутствовал, то маневр вполне легитимный. Двор на Флотской 7 каждый год в это время превращается в горку, по которой сможет проехать максимум один автомобиль. Если же кто-то оставит машину на раскатанной тропинке, то остальным места просто не хватит. Проблема решается легко, но управляйка, наверное, ждет весны. Вот она, наша горочка, которая идет на Флотскую 7. Вот тебе, пожалуйста, стоит у нас скорая. И встречки машины проехать не могут, потому что там все так разбабахано. Наша управляющая компания очень долго чистит эту горку всегда. Управляющая компания – любимый город наш. Хотя у нас подъезд один единственный к этому длинному нашему всему дому. Вот к этому вот. Вот этот дом у нас длинный весь. У нас единственный подъезд. Это у нас пешеходные. Тут пешеходы ходят. А подъем к этой улице, к этому дому, Флотской 7, только один. Вот за садиком выезд и наверх. Это кошмар. Каждый год одно и то же. В акватории бухты Нагаева продолжается генеральная уборка, в рамках которой со дна поднимают все, что когда-то плавало. Говорят, что за три неполных года уже вытащили 19 затопленных судов. Или скорее то, что от них осталось. А вот этого красавца подняли на днях. Интересности могут поджидать тебя где угодно. Поэтому держи камеру на готове, снимай и становись народным корреспондентом. Связь держим через WhatsApp по номеру 8 924 855 25 25. Или в телеграме народный нижнее подчеркивание Патруль 49. Удачных кадров и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok